Парковку по улице Советской сдали в эксплуатацию почти год назад, чтобы разгрузить центр и решить проблему нехватки машиномест. Но парковочный рай так и не наступил. Жители близлежащих домов и продавцы с рынка тут же превратили бесплатный паркинг в стоянку на целый день. Теперь время стоянки будет фиксироваться автоматически. Для этого на въезде и выезде уже установили шлагбаумы. Муниципальная парковка станет платной, как и планировалось. Стоимость услуг будет доступна горожанам, но при этом и место для авто станет доступнее. Также появятся бесплатные места для льготников. За первые 10 минут нахождения на парковке плата взиматься не будет. Это полуавтоматизированная парковка. То есть машина будет заезжать, будет получать парковочную карту, на которой будет, естественно, отмечено время заезда сюда. И при выезде с той стороны там будет сидеть оператор, который будет брать карточку, снимать данные и брать соответствующую плату за время пребывания машины здесь на парковке. Проезд через эту парковку будет свободным. То есть за 10 минут нахождения на парковке плата не будет взиматься. Кстати, теперь даже новичкам припарковаться будет проще. Дорожники наносят новую разметку под прямым углом. Мест станет немного меньше, но значительно расширится проезжая часть. Ведь из-за скопления машин проехать здесь не могла даже скорая. Авто парковались впритык под углом 45 градусов, что порой приводило к ДТП. Расстояние между парковочными рядами. Что это вело? Во-первых, очень затруднительно было движение транспорта, въезд и выезд транспорта. В связи с этим здесь участились случаи мелких ДТП, в которых одна машина цепляла другую, так скажем, при этом уезжала и никто ничего не мог дальше установить. Второе. В этом месте у нас большое скопление людей, большое скопление торговых объектов. И был затруднен, практически невозможен проезд спецтехники. Еще один парковочный комплекс планируют построить кварталом ниже, по улице Калинина. Потянуть такую ношу, как строительство новой парковки за бюджетный счет, город не в состоянии. Планируют привлечь средства, полученные от платной парковки. Ее эксплуатацией и обслуживанием будет заниматься муниципальное предприятие, автомотосервис и торговля. Доходы от этой парковки будут направляться в том числе и на расширение парковочных мест, остановочных комплексов и так далее. В целом, наше предприятие, оно нуждается в дополнительных доходах, потому что осуществляет и транспортные перевозки наших льготных граждан, льготников. И, к сожалению, мы сегодня не можем компенсировать ни из городского, ни из республиканского бюджета те выпадающие доходы. К концу недели парковку запустят в тестовом режиме, пока она будет работать без взаимания платы.